Всем доброе утро, с вами Олег Рожков И сегодня мы вам расскажем о гиревом спорте Я всегда, когда видел гиревиков, не понимал, ну в чем кайф поднимать гирю, вот это бесконечное число раз Сегодня мы это выясним, а заодно я сам попробую выполнить некоторые элементы из гиревого спорта Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем Поехали! А подробно о гиревом спорте мне сегодня расскажет Владимир Яковлев, знакомьтесь Доброе утро, я Яковлев Владимир, спортсмен-гиревик, занимаюсь уже 4 года этим видом спорта Являюсь неоднократным призером и победителем Томбовской области по гирям Сегодня я вам расскажу, насколько интересен, многогранен и полезен гиревой спорт Владимир, в чем кайф гиревого спорта? Я сейчас смотрел на вашу тренировку и для меня, как для человека далекого от этого спорта, все кажется одинаковым Ну и я насколько понимаю, что гиревой спорт это такой циклический вид спорта, где все повторяется постоянно Да, действительно, гиревой спорт является циклическим видом спорта, но его стерилизовать можно тремя фразами Дышать, терпеть, расслабляться Это девиз гиревого спорта? Да, это непосредственно девиз, и вот этот девиз он живет по жизни Дышать, терпеть, расслабляться И то есть вам действительно все это помогает, да? Да, то есть расслабляться Как можно расслабляться, когда ты поднимаешь тяжелые гири? Парадоксальное мнение того, что гири очень тяжелые, на самом деле она как игрушка Ей нужно не мешать работать Там работают силы тяжести и силы свободного падения В гиревом спорте есть две фазы расслабления Гири, когда находятся на груди, это в нижней стойке находится Но, как не хочется нам это признавать, есть фаза еще одна Гири вверху Вот это когда? Да, вот это именно фаза отдыха вверху В данный момент Как так можно? Я не понимаю, вот у тебя там по сколько они килограмм бывают? Вот самая большая гиря тяжелая Если юноши, дети, юноши выступают 16 Вот 16 килограмм у тебя 32 Да, 32 И вот ты вот так стоишь и расслабляешься? Как это возможно? Вот действительно парадокс какой-то получается Я расскажу на простом примере спички Так Возьмите спичку и сломайте ее Ага Но если вы поставите ее вертикально вверх И как вы не будете стараться ее сломать, вы не сможете Я когда домой приду, я обязательно попробую Вот попробуйте И это будет просто невыполнимая задача Так Вот именно что гиревикс, он выполняет роль спички И ту вес, которая над ним стоит, то есть 64 килограмма Это для него воспринимается не как 64, а всего лишь навсего один из элементов Вот представляете, он должен поднять сто раз Это 6400 килограмм Сумасшедшее какое-то число Это за 10 минут Раньше соревнования проводились без учета времени И достигали подъема 200 раз Соревнованием один участник мог выступать до часа Ого! И порой, когда смотрели соревнования, они теряли свою зрелищность Но вот смотря со стороны Спортсмен, воспринимали спортсмен, как будто он дремит с ними Человек с улицы, например, просто я, который особо не занимается физическими нагрузками Вот я могу овладеть гиревым спортом? Да, безусловно Но так как гиревой спорт является циклическим видом спорта Неотъемлемой частью его является циклический вид спорта Это бег, игровые виды спорта Плавание, велосипед, гребли Это все, которое перечислено в вид спорта Это составляющие одного вида То есть в межсезонье гиревик способен пробегать в течение месяца до 500 километров За счет чего? За то, что он просто гири поднимает? Нет, за счет того, что это одна из частей его подготовки Разноплановой То есть он не только гиревик, не только поднимает гири, но он еще, скажем так, и ОФП занимается? Безусловно Вот я вот сейчас могу что-то выполнить? Да, простейший элемент, рывок с 16 килограммами То есть это возможно, да? То есть если, например, я никогда этим не занимался и гирю в руках как-то кого правильно не держал? Здесь не идет речь о технике Здесь не идет речь сейчас на данном моменте о выполнении определенного вида действия Если взять на соревновательный, то да, конечно, там будет много недостатков Но человек в обычной жизни может принимать, поднимать и рвать гирю Но не будет такого количества, как у соревновывающихся спортсменов Но я думаю, что это просто в процессе тренировок потом со временем оттачивается Многократное повторение действия, которое приводит до автоматизма Например, одно действие надо повторить 10 тысяч раз, чтобы было автоматическое выполнение Вот сколько надо повторить этот рывок? Он же многосоставной Плюс во время рывка у нас работает Начинает пальчиков рук и заканчивая пальцами ног Сколько суставов проходит все Плюс мы делаем это одной рукой, а затем второй рукой И все, кто выполняет рывок гири, считают, что это самое легкое упражнение На самом деле это самое тяжелое упражнение, которое существует в гиревом спорте И начинается обучение вновь приходящего спортсмена непосредственно с рывка Потом только толчок Ну вот сегодня мы с вами рывок как раз и попробуем, правильно я понимаю? На 10 тысяч раз мы, конечно, вряд ли будем гирю сегодня поднимать Но хотя бы пару раз я, наверное, осмелюсь это сделать Я думаю, что получится Ну тогда поехали Сейчас мы попробуем рывок сделать Сначала Владимир мне покажет, а потом я, наверное, уже на себе это все испытаю Как ты уже говорил ранее, что гирю надо поднимать как игрушку Не надо противоборствовать и не надо ей мешать Да, очень легко вам это говорить, конечно Потому что рывок, средний темп выполнения рывка, это 20 подъемов в минуту Соответственно, 3 секунды дается на одно действие Из этих 3 секунд гирю я буду держать полсекунды всего Остальное время она падает вниз и летит вверх Так, ну хорошо, смотрим Надеюсь, что обойдется без травм, потому что Владимир говорит, что может рука вывернуться, да? Да, совершенно верно Поэтому правильно пальцы, как Владимир меня научил, нужно держать, когда поднимаем гирю, чтобы он смотрел за спину нам Назад Назад, так, ну что ж, пробуем Махом, поднимаем, махом поднимаем Раз Я опускаю, да? Маятник делаем Два И сколько раз нужно так поднять? Ну, стандартно это 100 раз Перегон на 24-ке Ну, соточки от меня сегодня точно, не ждите Это вот 100 раз, стандарт Ну, в данный момент, вот мы видим технику кроссфита Все, я могу сказать, что я уже вспотел А вы сколько времени вот тратите чисто на гири? Вот в неделю, в день, в месяц? Это прям неотъемлемая часть вашей жизни 12 часов в неделю 12 часов в ток от гири я тренируюсь Плюс еще просто подготовка два раза в неделю А что-то штанги поднимаете, что-то есть такое? Да, да Предплечье чуть не переломилось, как и гири просто Мы используем в подготовке и штанги, и турники Для того, чтобы рвать много, надо много подтягиваться Потому что непосредственно в подтягивании участвуют мышцы и связки кисти Не предплечки, а именно кисти А кисть у нас держит гирю Но это как раз самый наш инструмент Да, да А вот простой быватель Думаю, чем больше предплечья, тем оно сильнее Да, это как раз, как я подумал А тут работают связки Я, наверное, еще раз попробую Хотя, вот, ну, честно скажу, что я сколько там, раза 3-4 5 А, 5 раз поднял Я поднял 5 раз И вот прям рука немного даже подзаболела вот здесь вот Ну, это привыка Как мы говорим, рука привыкает Так, значит, берем вот так И сразу Наверх Раз Два Гирю правильно держу? Правильно 3 4 Полужим пошел Уже все тяжелее, тяжелее, тяжелее Чувствуется, что тяжелее Ну что ж, я вот так вот могу подвести итоговую черту И сказать, что Ну, в гиревой спортс, насколько не ворвешься, да Нужна нормальная физическая подготовка Вот как Владимир говорит И турники И ОФП Потому что, ну, ты должен быть крепким Чтобы вот это всего лишь шестнашка А там же потом все выше, выше и выше идет Да Если вдруг хотите овладеть вот таким вот искусством То, наверное, вам следует сначала как следует подготовиться А уже потом браться за гирю Ну, а с вами был Олег Рожков Всего доброго